Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как Сити Скайлайн. Ооо, произошли гигантские, просто колоссальные изменения с прошлой серии, и я сейчас постепенно о всём вам расскажу. Для начала у меня всё-таки появились тут два таких очень интересных и увлекательных мода. Первый мод вы можете наблюдать прямо сейчас невооружённым взглядом, да, я всё-таки решил проблему, решил этот конфликт, и я могу размещать вот эти вот набережные буквально где захочу, и у них теперь нет привязки к нашей воде. Теперь у нашего вот этого вот острова появилась такая окантовочка, которая выглядит просто очупепенно. Ну а второй мод, который я установил, помог мне, в принципе, решить все проблемы с общественным транспортом. Я очень много потратил времени за Сити, чтобы наладить весь общественный транспорт, который только у меня есть, и у меня даже получилось достичь кое-каких результатов. Начнём, пожалуй, мы с автобусов. У меня автобусы теперь вместо 500 жителей производят 1000 жителей и двигаются прямой линией. Благодаря этому моду мы можем добавлять или удалять транспорт, не в зависимости от нашего бюджета. Я также с помощью этого мода я непосредственно увеличил максимальную вместимость, которую у меня могут вмещать автобусы. Теперь они вместо 30 вмещают 60. Я погуглил, и на самом деле автобусы могут вмещать до 60 человек, поэтому это даже более-менее реалистично, учитывая то, что у нас тут на остановке стоит более 1000 человек. Следующая проблема, с которой я столкнулся, и опять-таки этот мог бы мне помог её решить, это проблема метрополитена. Как можно видеть, вместо 150 у меня теперь 300 человек вмещается в каждый из наших вагонов. И даже несмотря на то, что эта линия метро пронизывает все наши районы, то есть остров, этот наш район, этот, этот и даже новый, у нас нету таких вот больших столпотворений из тысячи людей, которые раньше стояли на остановке. На минуточку 10 всего составов из метро справляются со всей этой задачей буквально на ура. И это большая польза этого мода, потому что раньше я не мог ставить больше семей, не мог увеличивать, в принципе, вместимость этих вагонов. Я поставил в нашем вот этом старом городе монорельс, потому что очень большое количество людей хотели у нас попасть непосредственно в наш этот район, ну или в этот район. Теперь вот этот вот город соединён с этим районом с помощью монорельса, и он тут катается, и я думаю, ему даже тут более-менее комфортно. Я также очень много потратил времени и сил на работу с нашим университетом. Сейчас он у нас на минуточку 4 уровня. Я разобрался, в принципе, с той проблемой, почему у меня сюда никто не хотел идти учиться, а потому что у нас была включена городская политика, то, что школ достаточно. Я, видимо, когда-то её мискликнул, а сейчас её нету. Сейчас здесь учатся на минуточку 3000 студентов из максимальных 5000, и у нас для следующего аппа не хватает всего, ну, 800, грубо говоря, привлекательной ценности. Но я столкнулся с такой проблемой, то, что даже используя анархию, я не смог здесь, вот в этот вот квадратик, вместить большее количество развлекательных ценностей. Мне даже пришлось одно здание, нижний комплекс, вынести за территорию, чтобы достичь вот этого количества. И я не знаю, что с этим делать. Возможно, впоследствии я буду увеличивать кампус и добьюсь всё-таки необходимой 5 звёзд. Ну и большую часть времени, наверное, я потратил за серии для того, чтобы просто привести всё в порядок. Потому что вот эти вот дороги, которые здесь были, они меня раньше не устраивали, но сейчас, как они выглядят, меня тоже, на самом деле, не устраивает. Но это гораздо лучше, чем было до этого. Вот здесь вот появилась набережная. Вот эта вот дорога у нас плавненько перетекает без всяких прерывистых линий, и всё это выглядит плавно. Вот эта вот дорога теперь адекватно более-менее выглядит. То есть раздоровленная местность. И вот такая вот у нас появилась гигантская площадка для всяких возможных наших действий и возможностей. Здесь я планировал разместить ещё один район, ещё один город. Я, в принципе, уже под него место разметил. Я сделал тут разъезд для железной дороги и тут разъезд для железной дороги. И вот здесь у нас стоит товарный терминал и железнодорожное депо. То есть, когда этот город будет построен, я смогу проложить маршрут для наших пассажиров, и они смогут попадать буквально либо в рабочий район, либо в наш университет. То есть у них проблем с этим не возникнет. Также у меня появилось вот здесь вот гигантское пространство для импровизации и простора действий. Так что я думаю, это пространство тоже будет у нас как-то задействовано. Ну и последнее, что хотел бы сказать об этом районе. У нас здесь стоят некоторые политики. А именно, у нас здесь стоят натуральные местные продукты, центр информационных технологий и автономные дома. И вот эти вот все политики нам позволят открыть впоследствии некоторые уникальные монументы. Я думаю, это будет очень даже замечательно, это будет очень даже красиво. И давайте всё-таки изменим на Modern City Center. То есть я хочу, чтобы он максимально походил на этот. И я сейчас буду пытаться непосредственно делать здесь дороги. И на самом деле у меня вообще нету никаких идей, как можно было бы это всё здесь реализовать. Потому что пускать шоссе вокруг это вообще не вариант. Ладно, сейчас я что-нибудь придумаю и обязательно вы узнаете об этом первыми. Ну, как бы, получается у меня нечто вот такое вот. То есть вот такое вот у нас есть съезд шоссе. Надеюсь, что не будет сильно больших пробок из-за этого. В итоге получается то, что у нас люди съезжают либо в коммерческий район, либо на нашу основную трассу. Я сделаю тут заезды ещё на коммерцию. Сейчас у нас здесь будет готовое разделение. Скорее всего, будут здесь заезды непосредственно из жилых районов, чтобы не перегружать на основное вот здесь вот круговое шоссе. И нужно непосредственно это шоссе сделать уже изначально круговым, чтобы не заморачиваться потом и не создавалось больших проблем. По итогу получается вот такая вот у нас разметочка вот такого вот у нас райончика. То есть, по моей задумке, вот здесь вот будет жилая вся площадь. Ну, непосредственно, как и планировалось, здесь будет сугубо только высокая плотность застройки. Потому что это будет максимально такой современный, максимально такой модернизированный район. А вот здесь у нас будет уже непосредственно зона скоммерции. И зону скоммерции я сделал даже слишком большую пока что. И поэтому я буду ее закрашивать постепенно Как я и говорил, здесь у нас я сделал такие вот дороженьки маленькие Для того, чтобы по ним могли пересекаться только либо общественный транспорт Либо просто транспорт, который является городскими службами Но также, я думаю, мне придется здесь очень большое количество напонатыкать таких вот пешеходных дороженек Для того, чтобы наши люди могли здесь передвигаться в более расслабленном варианте И им не приходило бы сделать гигантские крюки Также, все-таки, я хотел бы добавить людям нашим возможность путешествовать на поездах Для этого я просто увеличиваю нашу остановку И он у нас идет таким единым, не прекращающимся порывом И все, у нас даже замечательно начали строиться здесь уже высотки И можем видеть то, что у них стиль отличается от тех зданий, которые были, допустим, даже в этом районе И это все связано с нашей политикой по автономным домам По логике вещей мы можем видеть всякие теплички, нетеплички Солнечные панели и эти дома сами себя могут снабжать всем необходимым в плане электроэнергии и водоснабжения А город непосредственно будет им только в этом помогать Пока я занимаюсь постройкой здесь всяких служб И не службы, которые очень сильно даже пригодятся нам в дальнейшем Ой, замечательно, у нас пошла застраивается и коммерция И это будет очень даже не скоро у нас на самом деле все И на самом деле я жду, когда прибудет к нам первый наш пассажирский поезд И вот он прибыл Замечательно, я хочу посмотреть, сколько сюда людей прибудет Ой, какие толпы людей сразу пошли сюда Тыдыщ, 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 тыдыщ Это же охеренно И эти люди сразу пошли заселяться в наши дома-не дома И у меня тут, кстати, есть проблема, о которой я изначально не подумал Вот эта наша станция излучает гигантское количество шума Но я просто здесь насажал немножечко деревьев Я думаю, это как-то нам поможет все-таки И наши жители не будут все жаловаться в один голос на все наши непотребства И еще у меня появилось вот такое вот ограждение Вот такая вот наша зона Тоже здесь будет желать застройка И возможно вот здесь вот возле трассы, чтобы людям не шумели машины под окном Я размечу здесь что-то типа офисов Я не знаю, как вам, но мне очень нравятся модельки домов, которые здесь у нас появляются И даже больше, чем что бы то ни было А вот здесь вот я пока все-таки ломаюсь И не знаю, что именно здесь разместить И я все же хочу здесь разместить последний тип парка, который у нас здесь остался И это природный парк, природный заповедник Но природный заповедник вот на этом вот кусочке земли, мне кажется, смотреться не будет Хотя, кого я обманываю Впоследствии вот эти вот набережные тоже у нас будут заполняться И я думаю, что сейчас самое время заняться у нас рыбной промышленностью Ну и в итоге у меня получается некая вот такая вот территория для нашего района У меня здесь есть лишь товарный терминал И небольшая такая площадь под застройку, которую мы будем сейчас застраивать Как я и говорил, я хочу здесь делать сугубо рыбную промышленность И для этого я ставлю здесь непосредственно вот это вот наше здание по ловле рыбы То есть буквально раз штука здания у нас построена Ага, и получается для меня сейчас открываются все зоны, где я могу сейчас ловить рыбу И для меня сейчас я вижу открылись, допустим, у меня вот здесь вот синие есть Это, так понимаю, тунец А вот этот розовенький это лосось Ага, неплохо, давайте поставлю пока здесь 4 штучки Я думаю, мне этого будет с глаза И сейчас нужно определиться с рыболовными маршрутами Как-то так я их разместил Я не знаю на самом деле, как это будет работать И что из этого по итогу выйдет Но по итогу мы обязательно все с вами увидим И обязательно все это проследим вместе с вами Как оказывается, для нашей рыбной промышленности даже не нужна специализация То есть не нужен этот район Поэтому даже вот эти наши порты не будут испытывать каких-либо проблем За исключением того, что нужно банально здесь воду провести Все, и нам остается дождаться, когда вот эти все наши порты будут добывать рыбу в нужное количество И пока все равно у меня есть время для ожидания Я решил застроить вот эту вот всю площадку полностью дорогами И основываясь над предположением того, что тут очень сильно идет недостаточно по рабочим Я все-таки решил заняться озеленением вот этого всего пространства И все-таки постепенно начать его заполнять всякими такими рандомными местами И рандомными улицами Специально делая все это наиболее халактично Чтобы это выглядело более-менее эстетично И все-таки я решил сделать тут гигантский такой парк И возможно впоследствии я его изменю размеры И все же я ставлю здесь главный вход этого природного парка Там сразу открывается много всяких вещей Которые можем здесь сразу же и построить И вот таким вот образом у меня получается пока парк Я его заполнил лишь наполовину Возможно я в принципе обрежу это до таких вот масштабов Потому что получается очень слишком много как-то Но пока я ставлю вот такие вот маленькие беседочки Точнее маленькие места у костра Вот такие вот опечки идеально подходят для в принципе вот таких вот мест И думаю то, что людям очень сильно понравится В принципе и это все место подходит очень сильно для тематику нашего города только есть один нюанс то что он изначально получился у нас слишком большими и как говорил его нужно будет укротить кстати наши рыболовные фабрики уже начали эффективно заниматься я хочу сейчас посмотреть как они все у нас забирают я вижу то что у нас уже жалуются некоторые наши станции на то что рыболовный маршрут не очень эффективен и нужно будет его как-то попробовать переложить по-другому это правда без понятия как это можно по-другому сделать но все же и я вот смотрю наблюдаю это не самое лучшее место где я смог бы разместить наверное самым бы логичным местом где его можно было разъяснить то здесь где мы могли бы собирать моллюсков а также вот здесь вот на берегу мы могли бы собирать анчоуса но да я разместил это здесь вот где вообще это полностью бесполезная вещь ну да я максимально гениален только посмотрите у наших людей появилась потребность в жилых зонах а значит они все-таки хотят попадать в наш район и надеюсь то что наш парк тоже они будут ходить и мы видим то что 20 баксов наш парк нам принес значит сюда ли ходят люди правильно до 18 посетителей уже у нас было но это пока не очень эффективно потому что тут нету особых таких методов суда добирания и да наверное это нужно сейчас нам начинать переделаешь пока мы и все тут полностью не застроили ну и по итогу у меня получается вот такой вот парк осталось его заполнить немножечко такой интересный и живой растительностью для того чтобы придать ему немножечко антуража и чтобы он не выглядел пустой и безжизненной пустыней и по итогу я немножечко эту зелень буквально накидала разместил здесь раз пляжное место то есть три палачки и костер и также разместил еще одно такое небольшое место именно по центру какая мысль у меня изначальная задумка была то есть у нас есть всего четыре входа я сделаю тут спуски по нашим пандусом или как это правильно называется а нашим непосредственно от канатным дорогам то есть тут раз будет спуск 23 и также возможно здесь но не факт и у нас люди будут ходить непосредственно в эти боковые входы и они смогут ходить по этим дорожкам то есть небольшие группы людей смогут сориентироваться непосредственно вот таких вот небольших тупачках весело здесь проводить время а вот это вот место у меня планируется непосредственно как большое такое склопление людей где они смогли бы ходить и это бы выглядело со стороны как минимум очень даже эстетично и красиво минимум можно видеть то что люди уже здесь начали ходить они кстати я вижу то что он уже на приносит достаточно большой доход но я не сомневаюсь как только я здесь построю канатную дорогу это станет гораздо нам лучше замечательно первая канатная дорога у нас здесь стала очень даже хочется посмотреть как она будет в итоге у нас работы здесь и как она будет стоять но судя по тому что здесь фуникулера наши едет это даже у нас более-менее эффективно работает осталось наверное разместить еще пару штучек но пока у нас парк не особо развит я думаю этим мы заниматься пока что не будем и дальше будем смотреть и следить за тем как наш город развивается и из-за того что нас вся эта часть сузилась у нас появилась замечательная возможность расширить вот здесь вот места для наших жилых зон знаете что мне кажется нелогичным это вот такое вот здание казалось бы это обычное офисное здание но секундочку тут всего 7 максимум работников что это за бред у него тут до хера этажей даже если на каждого работника выдать по этажу еще два останется ну как такое может быть я не понимаю какую логика руководствуется игра когда сдаёт подобные здания и зачем даже нифига не логично и тупо и все же я думаю прошло достаточное количество времени мы сможем посмотреть сколько нам приносит рыбная промышленность хотел я сказать но она на приносит минус 800 баксов да это далеко не то что я хотел увидеть от рыбной промышленности пожалуй мне даже ее придется здесь к сожалению снести потому что в убыток я не хочу себе работать и мне это в принципе не нужно на ее месте можно будет сделать банально какой-нибудь развлекательный пляжик или что-то типа того ахереть ребят вы только посмотрите на это это я решил посмотреть на наш вот этот вот новый райончик и наш парк и просто какое количество людей просто какое количество пешеходов это же офигеть это откуда вас только прет это все из метро посмотреть они все на метро высаживаются и хотят пройтись по нашему вот этому парку это насколько же классная парк построил то что такое большое количество людей желает него попасть тоже просто охеренно офигеть посмотрите сколько их уже очуметь какое большое количество и это очень классно и я все-таки решил пока у меня есть возможность такая и время для того чтобы заняться вот этим пока кампус который вот здесь у нас находится я расширил его границы до вот таких вот размеров и предлагаю вот здесь начать его активное заселение и расширение его максимальной вместимости и развлекательной ценности тем более что у меня тут достаточно есть пространство где я могу это свободно без зазрения совести и проблем сделать таким вот образом у нас аккуратненько встают здесь модельки то есть столовая всякая там книжный магазинчик лекторий даже у нас здесь есть лаборатория университетская библиотека еще надо понатыкать тут всяких зданий для того чтобы увеличить нашу привлекательность университета а еще я знаете что подумал здесь у нас в принципе есть большое пространство и если я правильно понимаю то в институте можно разместить что-то наподобие стадиона да вот студенческий спорт то есть допустим я смогу здесь развивать а вот стать есть что это у нас такое центр водного спорта ну в принципе бассейн тоже неплохо я думаю тогда и у нас здесь стоит ой кому-то что-то это не понравилось кому-то понравилось и у нас появился здесь центр водного спорта так понимаю это будет работать у нас как стадион в принципе который у меня здесь раньше был но сейчас я его снес и здесь будут проводиться мероприятия и в зависимости от мероприятия мы можем либо выиграть либо проиграть это понимаю да нам теперь открылась складочка студенческий спорт у нас есть спортивная команда так понимаю да крокодилы и мы можем выбрать стиль свет офигеть думаю немножечко выделить им все-таки бюджета в принципе у нас позволяет на это финансы я думаю что хуже от этого мы не сделаем куда-то я разогнался учитывая то что нам нужно будет еще построить одно здание я думаю даже парочку зданий здесь придется снести ради него а именно я хочу построить здесь еще один гигантский факультет о замечательно у нас уже был сыгран матч оказывается и он был выигранным аллигаторы у нас победили когда они успели ты аллигаторы я пока тут занимался здоровьем и здравоохранением у нас открылся новый уровень парка нашего потому что туда пришли 500 человек это охеренно теперь мы можем построить здесь обзорные наши площадочки это понимаем мы строить их можем где угодно и как угодно люди все равно суда придут давайте посмотрим посреди поля и что ты нам будешь говорить а нет дороги а нахерят это ты говоришь то что ты можешь быть построен где угодно о и нам тут сразу дали отчета учебном годе и мы это понимаю дошли до пятого уровня это херена это херена ребят так давайте сначала разберемся с этой площадкой я так понимаю можем ее построить вот здесь у дороги да и от нее будет открываться просто великолепный вид на все это аж чипу пена итогу по строительству меня получается некая вот такая вот ситуация из таких вот глобальных зданий нам наверное открылось только вот такое вот палаточное место также я расставил такие вот образовательные площадки по периметру нашего парка для большего удобства и для того чтобы они более менее эстетично смотрелись самом деле и надо бы добавить еще сюда но это будет чуточку позднее а еще я добавил такую немаловажную деталь как вот такой вот тупиковый перекресток это все для того чтобы люди могли нормально перебираться через пешеходный переход непосредственно наш парк ибо до этого им приходилось делать вот такой вот крюк и попадать только через этот парк потому что здесь вот непосредственно уже есть перехода да теперь я хочу заняться университетом и все-таки разместить финальный факультет естествознания он конечно здоровенный у нас но куда деваться я думаю что размещением его будет очень даже замечательной идеей осталось только его укомплектовать таким образом чтобы ничему он не мешал это проблема с нашими необразованными людьми будет в этом городе покуда наши все вот эти вот люди в достаточной мере не образуется на это к сожалению просто нужно время жаль конечно что они сюда сразу приезжают необразованными даже в большей мере в начальной школе или высшей школе как видим школу более-менее достаточно но пока не прошло достаточно время чтобы люди могли здесь обучиться в полной мере но тем не менее я думаю то что даже вот такой вот результат этого города получился очень даже замечательным и не знаю как вам а мне он уже начинает очень сильно нравится ну и я думаю что на такой замечательной ноте можно будет постепенненько и заканчивать эту серию всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорный слугам амору еще услышимся и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...